Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Undertale в четвертую серию прохождения этой замечательной игрушечки у нас уровень 3, Снежний Град, Город. Я бы хотел, ребята, сегодня переключиться, попробовать поиграть на клавиатуре. У меня предположение есть, что может быть на ней удобнее уворачиваться станет, потому что на геймпаде на стике вот в таком вот управлении меня немного заносит. Как бы не меня заносит, это в принципе точно так, особенность управления, в которой не было 20 подробностей. Из-за чего складывается такое впечатление. Единственное, что я не знаю, на какие клавиши здесь 1, 2, 4 вот идут. Подтверждение отменное меню. Где можно походить, нажимать кнопочки. Правда, я не понял все равно, что он мне это дает. Можно отсюда, соответственно, выйти. Такую забавную штучку я здесь увидел, собственно. Ну а мы, тем временем, соответственно, ребят, продолжаем. Снежний Град, Город. И я бы, ребят, хотел сначала сделать большое весьма лирическое отступление. Бомбежка моя касаемо спойлеров в комментах. И вывод, собственно, решения, к которому я, собственно, решил прийти. Кто, ребят, только смотрит эту игру, не комментирует, либо просто не хочет это слушать, можно спокойно скипнуть, потому что я коллажиком на фоне просто пойду назад, не знаю, там, подерусь с кем-нибудь, там, все такое. Ничего серьезного вы такого не пропустите. Но мне нужно было высказаться, что у меня жопа сгорела в последнее время с того, сколько много пишут всяких советов непрошенных, спойлеров, бэксита, мол, делай так, делай вот так, и так далее, касаемо Undertale. Кто просто смотрит, хочет кайфовать с игрушечкой, ребят, то можешь спокойно скипнуть, тайм-код есть на экране, соответственно. Дальше, ребят, комменты под Undertale, я, к сожалению, читать не буду, потому что хочу получить полноценно впечатление от игры, чтобы мне ничего больше не испортили впечатление и кайп от нее. Это если вкратце. Подробнее, ребят, что к чему, с полными объяснениями и прочим. Соответственно, можете, ребят, послушать, если хочется. В общем-то, ребят, несмотря на то, сколько времени я уделил дисклеймеру в первой серии, просил не спойлерить, не писать советов, не бэкситить мне, в том числе в последующих сериях тоже это упоминал. Много кто все равно это делает, это далеко не один, не три, не десять, это десятки людей буквально, которые пишут спойлеры и совершенно не нужную мне информацию, которая буквально вредит моим впечатлениям. А ведь как бы логика здесь максимально простая, как я всегда говорил. Просто задайте себе вопрос, вот вы, если бы не смотрели эту игру раньше, не видели ее и не играли никогда, видели только то, что вижу я, смогли бы ли вы написать то, что собираетесь, собственно. Спойлер, это все то, чего я не могу и не должен знать физически, исходя из того, что, собственно, у меня было на экране. Никаких советов и прочего лишнего я тоже ничего не хотел иметь. У меня буквально никакая информация касаемо того, что мне делать, где там вот так вот можно иначе обыграть, все такое можно будет в будущем. Мне это абсолютно не нужно, я не безрукий игрок, игра проходит спокойно без всякой ненужной информации. Наиграл я в игры и особенно вдумчиво наиграл побольше, чем многие, я думаю, большинство подавляющие, чем те, кто подобное, собственно, пишет. Но, к сожалению, все равно в комментариях очень много преимущественно детей, которые вот в упор не понимают и не услышат это и дальше будут писать, в том числе, совершенно ненужную информацию. И даже если я буду дисплейер делать в каждом видосе, постепенно это все будет иметь меньше и меньше. Эффективности, скажем так, и спойлеры все равно возобновляются в огромных количествах. Вот просто поставьте себя на мое место. Вот если бы вы играли в эту игру или в какую-то любую другую, и у вас за спиной стояло 100-1000 человек, которые бы вам тыкали пальцем, писали, что вот здесь надо сделать, что вот тут произойдет и так далее, да вы бы с ума сошли через 3 минуты и послали бы всех на крайне веселые буквы. Вот у меня то же самое, и, блин, я хочу, черт меня возьми, обычную, как обычный игрок, абсолютно нормально поиграть, получить полный спектр удовольствия и эмоций. И я уж тут подавно справлюсь как бы с любой игрой абсолютно спокойно, мне не требуются никакие советы и прочее. Я совет какой-то прошу, что-то спрашивать, могу раз там, не знаю, в нескольких десятках видосов, например. Все остальное мне в большом счете не требуется. Но нет, буквально половина комментариев кишит просто какую-то информацию касаемо игры. Либо намеками, либо всякими упоминаниями и так далее. Что я вот под этим в первую очередь имею в виду? Например, то, что буквально с первой же серии было сразу десятки комментариев там, где был как раз-таки огромнейший дисклеймер с просьбами. Мне писали сразу же про геноцид, про пацифизм, что меня там ждет, какой геноцид страшный, как там будет невыносимо сложно в конце. Хотя так говорят по сути только те, кто недавно смотрит канал, потому что кто смотрит его регулярно и давно. Наверное, отлично понимаешь, что ничем подобным меня особо не сам не впечатлишь, что мне это будет все равно легко, я это спокойно все абсолютно пройду, что бы там ни было. То, что прохожу, я гораздо более сложный, чем, блин, вот, позиционируюсь в таких вот, типа, самых трудных играх, но которые вот на широкую аудиторию все равно. Мне все это ультра легко будет все равно, ну, относительно. Типа, я это спокойно пройду и не напрягусь точно. Зачем мне писать, что меня там ждет, что, какие будут там эффекты на этих путях, что нужно сделать для них? Зачем? Я этого не мог и не должен знать физически. Даже, по большому счету, упоминание того, что есть разные концовки, как они именно, вот, отличаются по названиям и так далее, даже их просто наличие, это уже является спойлером. Но здесь я сразу обозначил, что я их наличие знаю, собственно, но зачем мне писать, как на них выйти, что в таком-то надо их порядке проходить? Целая куча была комментариев в духе таком, что, типа, у меня вот очень интересна его реакция, он вот знает, что... Или, например, ты знаешь, Леоми, что на самом деле, если ты пойдешь сначала на геноцид, а потом на пацифизм, то ты не попадешь на пацифизм, потому что геноцид тебе его запорит, он повлияет на дальнейшее. Мне уже интересна твоя реакция, как ты отреагируешь, собственно, на вот такую вот последовательность прохождения, потому что так никто не делает. Мне интересно смотреть, как ты на это отреагируешь. Действительно, как я отреагирую? Я ж ни хрена, блин, не догадываюсь и не знаю теперь, что там что-то будет не так. Я ж по-любому так и пойду, раз мне уже тут просполерили все, что вот типа так делать не надо, и по таким вот причинам вот это вот то-то-то будет. Типа, ну камон, зачем просто? О какой реакциях, о каких эмоциях может быть и речь, если мне буквально все заранее вот так вот сполерят и полностью лишают удовольствия эмоций? Даже если бы какую-то ошибку я допустил, даже если бы я что-то запорол, я с радостью влечу в эту стенку, поржу, посмеюсь, это будет эмоционально, это будет весело, это будет интересно, пусть я там хоть заново что-то начну и так далее, но это будут искренние эмоции, чем мне просто просполерят все, я этого избегу, например, или же попадусь, но такой скажу, что типа, а, ну да, я знал, что так будет, и просто сидеть буду с пукерфейсом. И вот буквально самое ценное, что я могу дать зрителям в своих видосах, это именно, что эмоции, позитив, это проявляет интерес к видосу в том числе, это далеко не только мои эмоции, это эмоции в том числе и интерес, соответственно, зрителей, соответственно, получается, что такой вот спойлер, например, какой-нибудь, он гасит не только мой интерес, но и также портит удовольствие и впечатление для тысяч других зрителей, если не для десятков тысяч даже. Просто вот почему у меня вопрос спойлеров для меня стоит ребром, и он настолько остро ощущается, потому что не надо сравнивать, как бы вы это восприняли, с тем, как воспримет это автор, и чем это является для него, Потому что если для вас это просто неприятная информация То для меня это неприятная информация Которая ухудшает мое впечатление Ухудшает впечатление тысяч зрителей И вредит напрямую каналу в том числе Некоторые апеллируют тейком, что, мол Игра или фильм, например, или аниме Или что-то еще такое не становится же хуже Если тебе проспорили его концовку Или что-то еще такое Да, само по себе, оно хуже не становится Это не его проблема, что кто-то там спойлерист что-то Это проект сам хуже не становится Но твои эмоции, они будут уже искажены Они уже будут не такими У тебя не будет где-то удивления, не будет впечатлений, не будет неожиданности и так далее А для меня это еще и в тысячекратном размере просто критично становится Исходит эта мания вот так вот все проспойлерить и написать Из такого, знаете, детского желания удивить, повеселить, порадовать человека Рассказать ему что-то, что он не знает и так далее И совершенно многие не думают, к сожалению, о последствиях, о том, что именно считается спойлером и так далее Как я и сказал, любая информация, то, чего я не мог знать и не должен физически То, что вы не можете написать, если бы вы смотрели только то, что вижу я И не играли сами, не смотрели раньше игру никогда То есть, если у меня на экране где-то промелькнул рычаг, именно визуально видимый Я его не заметил, вы можете обратить внимание на этот рычаг Но, само собой, не писать, что он сделает, потому что я этого знать не могу Если у меня где-то, например, стена с трещиной, можно обратить внимание, что это стена с трещиной Вот там вот у меня на экране она была, вы это заметили Что за ней вы знать не можете, я знать не могу Соответственно писать что там именно будет Мне совершенно не нужно Если же там не видно секретки А вы знаете что она там А на экране до нее догадаться даже невозможно Нет какого-то выемки или что-то еще такого То это абсолютно будет спойлерная информация Об этом мне писать не надо И уж тем более не писать о том Что блин нахрен там будет находиться Это просто именно что из оперы Знаете таких вот самых базовых Самых простых примеров А мне на деле пишут типа Что будет у меня на таком-то пути Какие будут результаты Что вот это вот оставь на потом Оно тебе очень пригодится Вот это можно будет вон там вот так вот сделать Вот здесь вот это делай Там вот здесь будет очень сложно Здесь вот так надо И так далее Ну я говорю не все спойлеры Отсекутся вот этой логикой Что не писать того что я не мог не знать физически Но 99% из всех спойлеров Уже будут исключены буквально этим правилом Если ребят я даже что-то и упущу То пофиг хрен с ним Я в будущем все равно узнаю Посмотрю что и как Если же мне напишут про спойлерят соответственно Что там будет Что произойдет Что там находится и так далее То у меня просто убивают Всяческий интерес и желание Хоть как-то это проверять У меня просто И вот получается что человек В попытках меня удивить В попытках меня забать туда пойти Он наоборот отбивает у меня Всяческое желание туда идти Смотреть там что будет вообще И просто разочаровывает меня скорее в этом И в конце концов ребят Не поверите Но я не безрукий И умею гуглить Мне помощь советчиков Бекситеров Спойлерастов и так далее Нафиг не сдалась Я любую недостающую информацию Могу сам найти В желаемый мною момент Если мне потребуется Когда я захочу А не вот так Случайно из комментариев Узнать и потерять Всякие интересные эмоции К этому действию А то вот знаете ребят Есть отдельная такая Категория пользователей Комментаторов Которые думают Что ютуберы и стримеры Настолько тупые Что без чужих Непрошенных советов Совершенно ничего Не смогут сделать Вот серьезно Я блин наиграл в игры Гораздо больше Чем многие из вас И именно вдумчиво наиграл Проходил блин Всякое самое разное Я нафиг не справлюсь С Undertale Или какой то еще Весьма казуальной игрой Ну типа Серьезно что ли Я пройду абсолютно любую игру Абсолютно спокойно Что бы это ни было Хоть соус Хоть что то еще Хоть пусть какой то Задротский не знаю Платформер Мне это проблем не создаст Я уж точно ребят Пройду игру В которой на скил акцента Особого нет И даже не надо мне там писать Что мол там Ой там на геноциде в конце Он там вообще там С ума сойдет и так далее Все спокойно пройду Зачем мне намекать Всячески Что меня там ждет В геноциде в конце И буквально Не знаю там Горошина в голове Достаточно иметь Что бы догадаться уже Кто там будет боссом И так далее Наверное пишут постоянно Что типа Как то всячески Знаете напрямую Может быть имя не называют Но Какими то намеками И так далее Даже одного намека Бывает зачастую достаточно Зачем им пишут Например Ой хорошо что Ты умеешь От этой атаки Уворачиваться Это тебе еще Очень пригодится Здесь блин Я говорю Горошина в голове Достаточно иметь Чтобы было понятно Что речь идет О финальном боссе Что у него будет Что то подобное Такое же Потому что все Только во всех видосах И твердят Про этот геноцид Про финального босса И так далее Просто Два диагноза Знаете я бы сказал Одних Геноцид И финальный босс Оттуда Другие считают Что все должны идти На пацифизм Типа Я сколько раз Говорил что я иду Например на нейтрал Что я смотрю На хочу посмотреть В первом прохождении И на пощаду монстров И на сражение с ними Соответственно Но некоторые мне в упор Пишут что мол Типа Вообще то для пацифизма Тебе не надо было Никого убивать А я что на него иду Что ли блин Я сколько раз повторял Меня все равно в упор Некоторые не слышат Предлагают мне там мол Что можно рестартануть В принципе не так далеко Там все такое Почему У всех блин сходится У многих точнее Сходится все Либо на пацифизме Либо на вот этом вот Геноциде на финальном И пишут то что я Блин совершенно Не просил Что я наоборот Говорил мне Не сплевить и так далее Может кто то скажет Знаете такое Что мол Комментарии же Они не обязательно там Что автор там их прочитает Все такое Но львиная доля Из таких спойлеров Они буквально адресованы Автору Они буквально пишут То что может Им проспорить Они буквально являются Советом Мол сделай так Сделай вот так И так далее А какие то комментарии Убудряются быть Знаете в таком стиле Что мол А вот ты знал ли у Оми Что вот если ты Вот это сделаешь То произойдет вот это Получается комментарий Такой ни туда ни сюда С одной стороны Если я это знал То это бесполезная информация Если же я это не знал То чел мне сейчас Просто пораспойлер Типа выбирай И с каким подходом Ты написал мне этот комментарий К сожалению Многие не понимают Абсолютно разницы Между какой то Адекватной информацией То что уместно Например Что может быть полезно То что я например Не заметил А это можно было понять Например как то что У нас оружие имеет разную атаку И то что у меня Вот такие несколько кликов было Это из-за того что я надел перчатку Потому что я просто Не проследил вот эту закономерность Это одно дело А другое дело Мне писать Что если ты вот сделаешь вот так То произойдет вот это Мне это нафиг не нужно было И я сейчас об этом узнал Например да И больше я так делать не хочу Потому что мне уже не интересно это И ведь действительно много Кто после вот например Вот этой моей речи Будет думать такой Так ну хорошо Я сейчас буду думать Как бы ему написать советы Ну чтоб не просполезить Блин чел просто не надо Просто не надо Я хочу проходить И читать не знаю Ваши впечатления Ваши эмоции И так далее Какие то может моменты Подмечающие Как например Про шрифт Санса и папируса Потому что я бы на это Не обратил внимания До этого можно было догадаться Это можно было точнее знать Просто Это никак не повлияет на Впечатление Это просто забавный факт Который вот уже С чем я уже встретился Но на деле пишут Что меня будет ждать дальше Что надо сделать Чтобы было вот так вот Что мне вот это Там-то пригодится Что вот здесь Это будет так-то сложно Вот это вот Нас нам встретится И так далее Ну типа Извините у меня Уже посгорело Уже через несколько серий Потому что этого Слишком много Даже с учетом того Сколько времени Я и сил уделял То что мне Про ничего Ни про что не спорили Ну в общем-то И вот получается У Undertale Такая забавная Отчасти неприятная ситуация Что позитивы Радости в комментах С одной стороны Очень много Как раз таки Минимум каких-то комментов В духе Знаете Такого тупого Бесполезной Тупой бесполезной критики Что типа там Вот лоу Ой мол стример Там ютубер Такой тупой мудак Кривой косой И так далее С туннельным зрением И все вот в этом духе Таких вот негативщиков Которых просто вот Как мусор банят Сразу же везде Их просто минимум Относительно других игр Но зато здесь Чудовищно просто кишит Количество комментариев Которые тебе желают Что-то проспорядить Написать Что-то про то Что будет когда-то там Как будто бы вот Я ваша марионетка И я должен играть По вашим не знаю Там устоям и так далее Серьезно Некоторые вообще Буквально предлагают Что мол Я могу тебе в личке там Рассказать все вот это вот Если у вас нет трудностей Обращайся с радостью Там все такое Зачем? Серьезно? Неужели вы думаете Что я не справлюсь Блин с обычной игрой? Поэтому ребят На самом деле Я вот этот дисплеймер Дополнительную вставочку Такое логическое отступление Записываю уже третий раз Первые два варианта У меня был 1.9 Но длилась Потом решил ужать Исконструктивировать получше Получилось наоборот 12 минут Через несколько дней Я понял что на деле Попытки достучаться Все равно будут Канут в лето Они будут бесполезны Все равно будут что-то спорядить И так далее Некоторые буквально пишут Я тебе вот немножечко спойлерну Блин чел Не надо Или там Вот это не спойлер И начинают мне спойлеры писать Какие-то советы и прочее Некоторые даже такие Типа блин Как бы мне вот написать совет Так чтобы не спойлернуть тебе Чел Я раз в 50 видосов Прошу какой-то совет дать Зачем ты мне пишешь совет Просто Эти советы скорее Это то что Нужно написать Именно вот этому комментатору Например Который любит поспойлерить Это ему нужно С горе Выдать вот совет И так далее Автору Контентмейкеру И так далее Это нафиг не упало Я с радостью читаю комментарии Когда люди делятся Своими эмоциями При прохождении Своими эмоциями Которые у них были На этих моментах И так далее Но не надо мне писать Что там например А вот если ты Папируса пощадил бы Туда сюда У тебя был бы там Другой исход совершенно с ним И он был бы вот такой вот Я ж на это мог еще посмотреть Я планировал игру Еще пройти несколько раз На разные концовки Я мог это увидеть А сейчас мне этого С интереса с этого Как бы и нет Типа Вот зачем писать так Я не знаю Помню еще 2-3 года назад Были такие комментарии Что мол вот Леонни сейчас читает Отвечает на комментарии А потом собственно Этого не будет Потом все изменится Я бы не хотел Чтобы канал рос Чтоб это изменилось И так далее Естественно ребят Если будет комментов Слишком много Там 200-600 Под каждым видосом Я физически не смогу На них отвечать Потому что даже просто Прочитать такое количество комментов Это уже несколько часов Времени ежедневно Это очень много Это дико утомляет Себя и выжимает Особенно когда там Целая куча Какой-то лишней информации Где-то будет Само собой Какой-то негатив Там и так далее Вечно в тебя Какие-то тапки летят Вечно там Псевдокритика всякая Ледит под Видом объективщины Какой-то Но на деле ребят Как видите Я до сих пор Спокойно отвечаю на комментарии Мне это приятно Мне это радостно Но Когда вот такая Так вот кишит Спойлерами просто То как видите ребят Причина моих не ответов Она совершенно в другом Как я всегда Говорил и призывал К тому что Делать культ Из того что я отвечаю На комментарии Не нужно Это просто Мои инициативы Это не какая-то Моя обязанность Или что-то такое еще Если кто-то смотрит канал Только из-за того Что я отвечаю на комменты То Я все-таки считаю Что это не моя аудитория Это не то За что стоит Смотреть автора В первую очередь Я считаю Что просто Какие-то ответы Это должно восприниматься Адекватно Это как бы Стоит к этому Нормально относиться Это стоит ценить Но не делать Из этого какого-то культа Отвечать на комментарии Я дальше Само собой планирую Но по Undertale Я их читать Соответственно не буду Не надо мне писать Про Undertale В других играх Само собой И так далее Но вот здесь Других вариантов Других Исходов Скажем так Других выходов Из этой ситуации Я не вижу И не вижу их Не потому что Мне пришло в голову А потому что Я все уже взвесил И все варианты Меня не устроили По тем или иным причинам Вы мне предложить Что-то такое Здесь лучше не сможете Разве что я могу Как я изначально предполагал Знаете там Сначала все пройти А потом постепенно выкладывать Но это будет то же самое Что их собственно не читать Только мне надо будет Сначала еще Очень сильно охренеть И записать сразу Миллион видосов Вперед Я так все-таки не хочу Я хочу постепенно Игру вкушать Наслаждаться И получать удовольствие К сожалению ребят Понимая как это работает Понимая что Без полезня С этим хоть как-то бороться Не надо мне Естественно ребят Я как автор Я достаточно много Взвешиваю Много равных вариантов Рассматриваю Не надо мне предлагать Такие варианты Типа там Найми модератора Там надо закрыть комментарии Надо банить Там и так далее Это все Будут мега полумеры Модератор Это значит Надо искать человека Который хорошо понимает В той же степени В которой я что уместно А что нет Это человек Которому не впадло Постоянно мониторить Комменты За спасибо Извините меня Целую кучу Собственного времени На это тратить Еще и получается Что он будет удалять Комменты Либо же банить пользователей Соответственно уменьшая Потенциальное продвижение И актив под роликом В том числе При этом я все равно Могу наткнуться Так на что-нибудь Он же не будет Так сутками сидеть В том числе Это должен быть доверенным Человек Очень доверенным Но и чтобы я ему Давал доступ к каналу Соответственно Если удаление комментов Это сразу же вызовет Шквал вопроса В том числе Что мол типа А куда комменты исчезают Вот у меня комменты исчез Я еще раз написал А я тебе напишу Под другим видосом Про Undertale лучше Тогда раз оно там улетает То-то мне еще Как-то будет писать Если же банить То непонятно будет Типа там Многие Очень многие будут отлетать Это будет тоже перебором Тоже будет полумерой Закрывать комменты Будет буквально не лучше Будет типа то же самое Просто отказываться От хоть небольшой Но все-таки тоже Параметра продвижения Видоса собственно Да и в целом Кому-то хочется Мне это пообщаться Вот еще такое Закрывать комменты Тоже мне кажется Последнее занятие Поэтому ребята Я решил что все-таки Читать комменты Под Undertale Я все-таки не буду Потому что мне очень нравится Эта игра действительно И я не хочу испортить Ее впечатление еще больше Чем мне вот уже Наспойлили Напортили Я хочу дальше Проходить игру Более-менее вслепую Не зная что к чему и будет Потому что уверен Что у меня с каждой серией Будет все больше и больше Спойлились Бесполезняк Бесполезняк там что-то как-то удаляет Банить и так далее Потому что Снова если я человек забанил Я должен быть уверен Что я не промахиваюсь Что за дело Баню собственно И в любом случае Значит я спойлер Уже схавал В том числе Конечно для кого-то Это будет неприятная новость Потому что много кто пишет Адекватные вполне себе комментарии Очень приятно видеть Как люди делятся просто Радостью, позитивом Тому что рады Прохождению этому на канале И так далее Но Много кому кто просто смотрит Кто хочет посмотреть Полноценное чистое Прохождение Национальное и так далее Гораздо лучше будет Если я не буду просто читать Комментарии По Undertale Это не значит Ребят что надо Писать комменты Про Undertale Под другим видосами Про такое Я буду соответственно Обманить Потому что это попытка Просто избежать Вот этого вот элемента И все равно Мне что-то наспойлер Например Типа Ну кому Так вообще не дело Поэтому ребят Как-то так Надеюсь на понимание К сожалению Иначе Другие варианты Скажем так Они не решают проблему Не надо И предлагать нам все такое Я это целую кучу раз Уже взвешивал Гораздо больше Чем вы можете себе представить Если я решил Что все-таки Единственный вариант Это не читать комментарии Значит он так и есть Мне лично Это очень грустно Потому что Мне приятно Общаться с аудиторией Приятно видеть фидбэк Приятно на него отвечать Но Я хочу Насладиться игрой И в том числе Подарить эмоции И интересное прохождение Своим зрителям А ради того Что буду удовлетворить Несколько десятков Спойлерчиков Например Которые под каждым видосом Будут там разные новые Появляться Само собой Которые будут считать Что без их советов Я нахрен не справлюсь Там все такое Что хочется им Потешить свое эго Что они там Вот меня удивили Хотя на деле Вызывают только негатив Такими спойлерами Я К сожалению Не буду читать комментарии Все-таки Под этим прохождением Потому что хочу Полноценно Кайфануть с этой игрой В общем-то Ребят Я полноценно Вотвращаюсь Соответственную игру Кто-то посмотрел Это лирическое отступление Кто-то нет Мы ребят Продолжаем Здесь Нижнеграда У нас теперь есть Телефон Папируса Я еще не привык Немножечко К управлению на клавиатуре На самом деле Так Есть номер 3 Номер папируса Давайте позвоним ему Дзынь Дзынь Мост выглядит небезопасным Но он очень надежный Честно говоря Я просто разукрасил Горную породу Мне кажется Что так смотрится Драматичнее Не особо понятно Про какую горную породу Он говорит Потому что Мост-то из дерева Явно сделан Ему можно звонить В каждой комнате И в каждой комнате Типа у него будет Особый свой диалог Давай черт позвонить Допустим Снежнеград Дом папируса Вот это слоган Да? Да, не то слово Так Я здесь сохранюсь Я несколько монстров Пока тут бегал туда-сюда Поуничтожал В общем-то У меня немного левел Прокачался Тоже мне это вроде как Пригодиться должно У меня золото Нафармилось Немножечко Так Погнали Наверное Направо двигаться Потихоньку Мы в целом здесь Совсем повзаимодействовали С чем могли Насколько я помню Укрилби Что я плохо тебя помню У этого города нет Мэра А, нет Все, помню его Точно Да-да-да Так Ну давайте тогда Отправляться из Нижнеграда В сторону Нам папирус Говорил что мы должны Кладычице Пришли прийти Вроде когда Которая как раз таки Может нас пустить Наверх И человек является Ключом Скажем так То есть можно было Через тот самый пройти У меня вот такие вот Я забыл как называются Такие вот домики Снежные И меня не напоминают Каждый раз мультфильм Старый добрый Такой челевили Такой типа как Дятел Вуди Но снежные тематики Скорее больше Правда мне Дятел Вуди Нравился больше Все таки Ага Здесь мы теперь Теперь проходим Да Теперь нам папирус Уже дорога не преграждает А погоди А что здесь он нам скажет Пусть и говоря Номер папируса Дзынь дзынь Это место где я пытался Схватить тебя Да да Какое ужасное воспоминание Да Хотел своего Друга или возлюбленного Не знаю как сказать Схватить Потому что мы тут с ним Немножечко позаигрывали По всякому Дзынь дзынь Водопадье Да именно Не водопад А водопадье Я почти ничего Не знаю о нем Но я буду делать Все чтобы информировать Тебя Спасибо Так это что такое у нас Это осколки что ли Типа того Лизные глыбы Соответственно здесь Дальше плывут Так Который там Какой-то то ли был То ли что-то такое Запускал Так Естественно этот скелет Нас дальше сопровождает Да я уже вижу Санса просто Йо Ты тоже улизнул сюда Чтобы увидеть ее Потрясно Она Наикрутейшая Да Я хочу быть таким же Как она Когда вырасту Эй Не говори моим родителям Что я здесь Ага Да конечно Я ради нее пошел Кубрещ Не знаю Ладно Это эхо цветок Он повторяет последнее Что слышал снова и снова Ага Это знаете Типа есть такие игрушки Такой кактус Который краски тоже повторяет Немного искаженно Так забавно Бывают небольшие видосики С ним Регулярно Это эхо цветок Он повторяет Да это я понял Я Погоди Я с тобой пытался А Ловко да Да ловко Это он буквально повторил Этот диалог Я сначала не вдуплил Я подумал Что я дважды Не с тем поболтал Типа Второй раз точнее Ловко да Сейчас скажет Ловко да Не то слово Поймал Окей хорошо Уже не первый раз Игра меня так ловит Шум бегущей воды Наполняет вас решимостью Вот я записываю игрушку Я заряжаюсь позитивом Блин просто мне кайфово Черт меня возьми Что? Впервые видишь парня Работающего на двух работах? К счастью Две работы означают В два раза больше прерывов Не в два раза больше зарплата В два раза больше прерывов В основном Другая логика Я иду к грилби Хочешь со мной? Типа в город вернуться В смысле? Нет не хочу Ок Всего хорошего Наверное это типа Дорога в город Просто быстрая Блин у меня вот Эта темка музыкальная Которая сейчас идет Мало кто меня поймет Не знает даже Кто-то поймет вообще или нет Она мне напоминает Музыкальную тему Final Fantasy 8 Из города Деллинг Сити Если не ошибаюсь Мне почему-то она прям Вот четко этот город представляет Сразу после этих звуков Это сундук Вы можете положить предметы И разобрать их Да-да-да Понимаю Только вот зачем А вы не сможете Использовать предметы Когда они в сундуке Логично С уважением Сундук-оненавистник Понимаю Открыть сундук Да, открыть сундук Я изначально думал Что типа в сундуках В новых Когда мы новые открываем Они не только связывают Наши предыдущие Да, я думал Что там что-то новенькое Может появиться в принципе В сундуке еще лежать Типа в новом Но на деле все-таки нет Ну мне В целом у меня место еще есть Поэтому я все не скидываю Мало ли что Мне еще понадобится с собой Ой, подожди Сюда можно было Тут я думал Что это вода По которой я смогу Типа уткну с нее Потыкаю На кнопочку И ничего не получится И типа пойду дальше Так, это столбик Здесь типа мы можем Просто ниже упасть Судя по всему, да? Цветок Клянусь Я видел что-то Позади этой текущей воды Хорошо Так, а это если меня собьет Она меня как-то А, дальше уже не может Да? Хорошо Так, ну давайте тогда Позади этой текущей воды Да? То есть нам наверх надо Типа А Понял Понял, спасибо Какая-то шапа или что-то На земле лежит балетная пачка Возьмете ли вы это? Ну возьмем Допустим, что лежит-то Вы получили старую Балетную пачку Что такое балетная пачка Не знаю честно ли Есть тоже вот эти грибочки Я так понимаю, что они Никакой функции все-таки Не несут, да? Наверное Это не кнопочки Просто можно включить Отключить подсветочка такая Так, вещи Балетная пачка Информация Старая балетная пачка Защита 10 Ну наконец-то Хоть что-то похожее на броню Ааа Хорошо Так, давайте тогда Я наверное Балетную пачку использую Вы провали старую балетную пачку Так, а на мне Что было вопрос? На мне была Мужицкая бандана У нее была Защита 7 Ну Мы теперь лучше Собственно На ней пронарисованы Кубики пресса Ха-ха-ха Чтоб хоть где-то Они у тебя были, да? Как говорится Телефон А что если я здесь Наберу папирусу? Ответа нет Ага Он не везде берет трубку Здесь он про это место Не знает Типа не может ничего сказать Там соответственно Годи-ка А вот здесь я с ним говорил? Нет Можешь с ним каждый раз Как бы говорить С ним каждый раз Будет новый диалог Я понял Но блин Не сдолбаюсь ли я? Ответа нет Тоже Цветочки какие-то Ой, стоп У папирус Привет Андайн Я здесь с моим Ежедневным отчетом А, это тот Кому он служит Судя по всему Мы в кустах Скрылись Тихонечко И такая музыка Знаете Ужасающе пошла А, относительно Того человека Из-за которого Я вызывал тебя А, сражался ли я с ним? Да Конечно Я сражался Я сражался с ним Доблестно Но он меня Заплиртовал Да Что? Схватил ли я его? Ну... Нет Я сильно старался Андайн Но в конце Я потерпел крах Что? Ты с... А, стоп Что это все Это все папирус говорит Именно, да Я все думаю Что это типа Андайн Какие-то диалоги Немножечко иначе их озвучиваю Хотя по шрифту Можно было догадаться Что? Ты собираешься забрать Человеческую душу сама? А, это она Но Андайн Тебе не нужно Уничтожать его Видишь ли Видишь ли Походу Андайн Не согласна с этим, да? Как бы она папируса Сейчас не вщемило Я понимаю Я помогу тебе Всем, чем смогу Мне кажется Папирус будет Останется Ой ты, блин Тихо Тут никого нет Бери эту самую штуку Папирус Спасай Нет, все Это все Трава Блин, криповая Хренотень Будет забавно Если мы с ней сразимся И тоже начнем с ней Блиртовать Так, а ты еще делаешь Ее Ты видел, как она На тебя смотрела? Это он про нее говорил, что ли? Это Было круто Я так Завидую Что ты такого сделал Чтобы заполучить Ее внимание Родился человеком Погнали Посмотрим, как она Побьет плохих ребят Чувствую, что она меня Побьет, если увидится Что-то мне так кажется Ужас холодом Пробегает по всему телу Но вы не теряете Решимости Так забавно Сделано, что решимость Тебя на всех сейвах Так он сопровождает Таким забавным диалогом Когда четыре мостовых Семени лягут в ряд Они расцветут Мостовых семени Лягут в ряд Как мне их лечь? А Все, понял Я их таскакал А, окей, хорошо Я сейчас хотел поставить Ее сюда Оказывается, ее на воду Надо ставить Я рассчитывал ее Вот здесь вот так В линию поставить Оно, оказывается Да, побуло Окей, хорошо Пускай расцветает И оно сделает Мне мостик получается Да, прикольно Такая Забавная В принципе Забавная мстичка Так, а здесь Мне интересно Во-первых, что ты скажешь Он вообще будет брать Трупку нашу теперь Мост будет Если ты посадишь В ряд четыре семечка Но это в своем роде Ограничивает их пользу Ну, почему у нас нет Самолетных семян Мне просто кажется Если мы к нему сейчас придем Он, возможно, нам что-то особое скажет Ух ты, блин, какой А Аарон подходит Играя мышцами Это какой-то конь Вместе с Хвостом С огромным количеством Кубиков пресса Каким-то вообще Задичайшим А Аарон Оцени, допустим Я понимаю, что оценить Не имеет смысла Как бы, но мне интересно Почитать Атака 2-4, защита 12 У этого морского коня Много ЛС Лошадиных сил Хорошо Его атаки сложнее избегать Нижней части боевого окна Да, полезный информат задает Между прочим Проверяй все, что хочешь Тихо-тихо-тихо Я вот наклала мыши сейчас Мне с одной стороны Немножечко непривычно С другой Местами я себя так неуклюже чувствую Но с другой Все-таки Где-то и преимущество есть В этом плане Пахнет как ферма мидий Что-то мне кажется Не очень хорошо пахнет Хвастаться Интересно, что Мне есть, что похвастаться Вы играете мышцами Аарон играет Двое сильнее Атака обоих увеличивается Ой-ой-ой Конкурс мышц Ок, жми сильней Я игру мышцами Вспоминаю этот самый Как его карточка Такая была в Слэзиспайре О-о-о, ускоряется Аарон готов К вашей следующей игре мышцами Ммм Можно его прогнать Попытаться Что-то мне кажется Скорее всего Это не это надо было Но мне интересно смотреть Вы говорите Аарону Чтобы он проваливал Ты изменишь свое мнение Так, аккуратненько Аарон готов К вашей следующей игре мышцами Ну ладно Он хочет, чтобы мы играли мышцами Ну допустим Вы играете мышцами сильнее Аарон играет Втрое сильней Атака обоих увеличивается Неплохо Но я все равно выиграю Или выигрываю Аккуратненько Аккуратненько Здесь без проблем Аарон готов К вашей следующей игре мышцами Допустим Он в четверть Не будет дальше Или как Аарон играет Очень сильно Он доигрался И вылетел из ком На ты Тут порой Такие исходы Боев идут О которых Блин хрен вообще Предположишь Что оно может Вот так вот Закончиться Может вообще Так, тут табличка Что-то мне подсказывает Что на табличке Может написано Что типа мол Вы реально прыгнули в воду Чтобы прочитать эту фигню Что-нибудь такое А стоп Здесь есть Цветочки Музыка такая Вообще конечно Или сейчас напишет Вы действительно Потратили два Цветочка Чтобы сюда добраться А стоп А 4 вряд надо Я не помню 4 вряд надо было Да Ай-яй-яй-яй-яй Надо было Вот отсюда Та тащить Попробовать А давайте перезайдем Может быть оно сбросится Оно сбросилось Давайте попробуем Надеюсь Что с мостом Мне позволят Как раз таки прыгнуть Музыка так А стоп А нельзя А ну можно тогда Вот отсюда В принципе Вот так вот сделать Тоже 4 будет Видите в разные места Можно пойти Я надеюсь Что мы ничего не запорим Ну потому что Не должно быть ничего Такого Сюда типа можно будет Пробуем допустим Сначала здесь Здесь цветочков Конечно ограничено просто Я надеюсь Что они Если что сбросится Ну либо мне напишут Как вернуть еще На этой табличке Так Не с той стороны Ха-ха-ха Я что-то такой Я последний момент Такой думал А надеюсь Что можно будет Прочитать таблички Что с этой стороны Нет нельзя Надо было ниже делать Мне же Сбросит цветочки Окей Сбрасываю Хорошо Так Я вот построил По новой И Поздравляем Вы провалили Головолок Ау Что-то с любой Еще лучше Я вот чувствовал Что-то сейчас Меня здесь Это самое Что-то меня Сейчас тут Патролит Окей Хорошо Без вопросов Чертого Табличка Да Головку Надо было Именно вверх Тянуть Так А Колокольчик Раз Врачи Врачи Новая Есть Допущенная Ошибка Колокол Судили Можете Созвать Мостовые Семена Обрат Окей Понял Все было Вот так Сделать Так Здесь Триксы Серебря Тут Так Мне как Четыре Сделать Чтобы Добраться При этом Потому что Я напрямую Только в линию Могу делать Их Четыре В ряд Надо Или четыре Соединить Интересно Если я вот так Сделаю Они будут Не в ряд Вроде В ряд Говорилось Но вдруг Можем Соединить Просто И все Тоже Сработает Мол Нет Так Не работает Хорошо Допустим Сбрасываем Ну что Что я поставлю Вот сюда Что еще Как-то Что Налево Вот Горизонталь Какую-то Сделаю Везде Здесь Везде Три клетки Только Нет Четырех Нигде Четыре Я могу Вот здесь Сделать Но здесь А Стоп Я понял С мостика Вот отсюда Вот отсюда Соединить Две Ближайшие Вот эти Вот линии Как раз Четыре В линию Мы сделаем Хорошо В принципе Не сложно Было догадаться Просто Исключил Скажем так Методом Исключения Я смотрю Что везде Больше вариантов Особо нет И нет смысла Это проверять Потому что я понимаю Что в четыре В ряд Нигде Не складывается Больше Вот отсюда Можно было Сделать Так Хорошо Ну Звонок Привет Это Папирус Как я раздобыл Этот номер Это было легко Я просто Звонил всем подряд Пока не попал на тебя В смысле Мы с тобой номера Меняли же Нет Или я тебе по крайней Звонил У тебя должен быть Но мой номер Нет Так Что на тебя надето Я Спрашиваю для друга На мне балетная Какая-то штука Она считает Что пыльная Балетная пачка Ой Это так На тебе Пыльная Балетная пачка Да Значит На тебе Пыльная Балетная пачка Понял Подмигнул Хорошего тебе дня Челчок Смотрите Я так понимаю Что это он Ондайн Говорит Скорее всего Вопрос Он скажет Что на нас Действительно Такая есть То есть Она позволит Нам скажем так Если он скажет Что на нас Действительно Это есть Значит она Знает Как мы Выглядим Если он скажет Что на нас Этого нет Или если Мы переоденемся То она Может быть Не узнает При встрече Например Или подумает Что это не мы Хотя не знаете Мы же Все равно Как бы на человека Похожи Я не знаю Смотря что он Скажет Там Ничего Он и говорил Давным-давно Монстры шептали Свои мечты Звездном в небе Если ты верил В мечту Всем своим сердцем Твои желания Исполнялись Теперь все Что у нас осталось Это эти Светящиеся камни На своде подземелья Блин А вот эта пещера Мне напомнила Небесный замок Лапута Когда Сита Попала в пещеру Соответственно Вместе с С другой компанией Скажем так И там вот были Как раз такие Светящиеся Когда камни Начали резонировать Так Мне напомнило Отсечение такое Комната желаний Ой Что тут Вошла Подходит Шаркая ногами Это какой-то цыпленок Я не знаю даже Вошла Коснуться Помыть Пошутить Оценить Давайте сначала Атак 18 Защита 5 Этот скромный Мизофоб Стремится Очистить весь мир Угу Череп Помой ноги Ой-ой-ой-ой-ой-ой Нихрена Ты чистишь тут Меня узнать Кого напомнила Друга Вошла Интересно Стерильные ли слезы Коснуться Вы тянетесь Кошуа Ваше прикосновение Вызывает у него Отвращение Да Потому что он такой Чистили Типа мы его Запачкали Гадость Кидается мылом Тут На него даже Написано Мыло К слову Мне он напомнил Это сам Роботика Чистильщика Из Валли Которого Такой тип Валли Еще его там Запачкал Один Он сразу Сью мордочку Начал чистить Вошла Ищет Чтобы еще Помыть Я бы сказал Что помыть Пошли Давайте Вы рассказали Шутку о том Как один ребенок Ел пирог Голыми руками Ооо Как ему больно Наверное Силы Вошла Нейтрализованы Нет Эта шутка Слишком Грязная Аккуратненько Аккуратненько Мыло Ускоряется В конце Бударило меня Сейчас Вошла Полоскает Пиццу Господи Какой жесть Это Занимаешься Здесь Помыть Допустим Вы просите Вошла Почистить Вас Он радостно Скачет Вокруг Зеленый Значит Чисто О зеленый А он Сверху Зеленый Вошла Полоскает Пиццу Погоди Еще раз Помой Меня Простите Вошла Почистить Вас Надо скачить Вокруг Зеленый Значит Чисто Зеленый Сверху Блин Как Блин Там Зеленый Третий Появился Вую сторону Летит Третий Но Сверху Я аж Не могу Находиться Вот Черт После Раз Попробуем Словить Зеленый Все Так Скорюсь У нас Хильнет Просто Я хочу Проверить Есть А Вот Так Вот Надо Было Типа Вокруг Него Просто Ити Я сначала Так Думала Да Типа Мы можем Его Теперь Пощадить Хорошо Мы победили 0 опыта И 25 Монет Тысячи монстров Мечтающих Вместе Не могут Ошибаться Король Это докажет Это Типа Души Монстров Которые Мечтают Вместе Или Типа Ну давай Сестренка Загадай Желание Есть Такой Телескоп Желаю Чтобы мы С сестрой Однажды Видели Настоящие Звезды Посмотреть Телескоп Посмотреть Конечно А Типа Я могу Так Мотать Еще Ой Стоп Здесь Что Написано Проверь Стену Сверху Так Ну я В любом В случае Подошел Сюда И потыкал Букнопочку Не скажу Что это Мне сильно Помогает А Здесь В любом В случае Другого Вариант Нет А Кажется Мой Гороскоп Такой Же Как и Она На Прошлой Неделе Такая музыка Мы к чему-то Такому важному Движемся Так что Здесь Стены Изпощрены Древними Письменами Вы можете Разобрать Только Следующий Текст Война Людей И Монстров Что Почему Люди Напали Ведь Им Нечего Было Бояться Люди Невероятно Сильны Мощь Души Всего Одного Человека Равна Помощи Душам Почти Всех Монстров Даже Обидно Когда Так Сильно На Славого Нападает Как бы Такая Разница Тем более Но у Людей Есть Одна Слабость По Иронии Судьбы Это Сила Их Души Эта Сила Позволяет Душе Существовать Вне Человеческого Тела Даже После Смерти Если Монстр Победит Человека То Он Может Забрать Его Душу Монстр С Человеческой Душой Ужасное Чудовище С Непостижимой Мощью Это Изображение Странного Создания От Этого Рисунка Как-то Не По Себе Звучит Так Как Будто В В В В В В В В В Концов Отсюда Выбраться В Том Числе Если Банец Кого-то Схватили По Краме Так Считается У Них Но Пока Такой Возможностью Не Выпадало Так А обратно Мы Вернуться Кстати Не Можем Уже А у Мне Не Фул КП Между Прочим Ну Ладно Сейчас Что-то Будет Да Я Так И Чувствовал Что Сейчас О Погоди Погоди Что Здесь Такое Я Я Боя Ожидал Здесь Общел Что Другое Он Дайн Блин А Нет Стой А Понял Понял Ух ты Блин Понял Если Попадай То Начинается Атака Я В принципе Прошу Что Я Мог От Всего Вернуться В Теории И Не Увидел Б Этого Даже Ух Ты Блин Жесть Лучше Всего Так Учередовать Слишком Вперед Не Бежать Особенно Когда У Меня Вот Так Есть Уголок Ничего Трудного Нет В Плане Долж Такого Вообще Что Он Быстрее Начинать Атаковать Хотя Может Мне Кажется Беги Здесь Тоже Бьет Или Нет Нет Здесь Не Бьет Все Уже Я Думал Что А Тут Никого Нет Ушла А я Двинуться Не могу Я Хотел Наверх Подойти К этому Стекнушку Тихо Тихо Не дыши Ау Может Не по Мне А А А А А Я Почему На Сегундочку Подумал Что Может Она Его Поймала Того Челика Как Раз Спасибо Друг Может Она Могла С ним Перепутать Если Бо Мы Например Каким То Образом Отдали Ему Свою Одежду Например А Наверх Нельзя Пройти Я Не Могу Бинуться А Пришел Сюда Е Поверить Не Могу Андайн Только Что Тронула Меня Я Больше Никогда Не Буду Мыть Сво Лицо Я Так Понял Что Андайн Это Какой У них Ниддл Что Ли Здесь Я Не Знаю По Крайней Мере У него Может Тебе Не Повезло Стой Бо Ты Хоть Чуточку Левее Не Волнуйся Я Уверен Мы Увидим Е Снова Ах Ты Сыра Лежит Здесь Так Давно Что Оброс Магическим Кристаллом Он Прилип К столу А Блин Че Не Еда Так Что С ней Не Так Понимаю Что Однажды Мыш Найдет Способ Извлечь Сыра Стоинственного Кристалла Вы Наполняетесь Решимостью Сохранится Водопаде Кристалл У нас Такая Что Мыш Нас Сыром Будет Сопровождать Еще Очень Долго Когда Там С ним Наверное Не Учтется Скорее Сего Вряд Это Продумано Почему Здесь Находится Так Много Столов А Это Был Вопрос Типа Писк Да Завидите Не 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 Сам Поговорили Немножечко Но Это Не Было Слышно Так Ну Хорошо Здесь Вроде Больше Ничего Нет Погнали Дальше Санс Куда Не Двинься С Дион Это Странный Выглядящий Телескоп Я требую 50 тысяч Монет За использование Этого Премиум Телескопа Который Я уже Поюзал Да Ну Немножечко Ладно Не дал Не поюзал Но Поскольку Мы с тобой Знакомы Это Бесслатно Че Скажешь Знаете Телескоп Ну Неплохая Скидочка В принципе Ладно Так Что Быть Соглашусь Так Ищем Что Нибудь Сейчас Что Ничего Страшно Были Найти Только Сейчас Дань Найдем Нет Вообще Ничего Вообще Ничего Дальше Я не могу Соответственно Подожди А может Тут Телескоп Телескоп Крышка Закрыта Нет Тебе Не понравилось Не волнуйся Я верну Тебе Деньги 0 0 0 Получается По-моему Крышка Закрыта Мне так Кажется Что Мне подсказывает Открыть Сундук Да Открыть Так И давайте Я мужицкую Бандану Тогда Скину Сюда Раз У нас Одежда Сейчас Получше Это Что За Яйцо Как Картош Яйцо Яйцо Что Такое Звезда Можешь Литые Потрогать Можешь Литые Съесть Можешь Литые Убить Ты Звезда Странная Картошка Ну Не знаю Что Такое Лав Куйтесь Такое Место Прям Словно Энергия Кишит Это Прям Умертворенное Такое Для медитации Чисто Словно Место Так Здесь Поверх Древних Символов Кто-то Написал Список Из 21 Вкуса Кто Был Мог Быть Да А Ну Хотя Наверное Он скорее Типа Свою Меню Здесь Сделал Я перенес Свой Магазин Но Тут До Сих Пор Нет Посетителей Удивительно Почему К счастью Я придумал Решение Ударные Карты Каждый раз Когда покупаешь Доброженное Ты можешь Взять Карту Из Сундука Если Соберешь Три Карты То Сможешь Обменять Их На Бесплатное Доброженное Они Точно Заманят Покупателей Обратно Вместо 48 Доброжное Холодное Лакомое Что Согреет Твое Сердце Типа У него Такая Акция Всего За 25 Монет Давайте Допустим Возьмем Супер Держи Твоя Карта В Коробке Вы Получили Доброженное Что Закар Карту Сундуки 1 Взять Карту Взять Карту Получили Ударную Карту Я думаю Такой Типа В чем Смысл Сундуков Так Рядышком Двух Прям Так Вещи Ударная Карта Инфо Ударная Карта Усилитель Используйте Чтобы усилить Ваши рукопашные Атаки На Одну Битву Ага Используйте Вне Боя Чтобы Осмотреть Карту Так Допустим Вы не Используйте Вне Боя Если Пожалуйста Пожалуйста Вернись А Пожалуйста Пожалуйста Вернись Погоди-ка Она Использовалась Прям Или Нет Она Осталась У меня Хорошо Допустим Я Еще Два Мороженого Не Куплю Пусть У меня Будет Еще Место 6 Из Восьми Ой У меня Почему Уядомления О Входящей Заявке Отобразил Хотя вроде как Не должно Отображаться Во время Игры У меня Но Отобразился Почему Так Ну Допустим Давайте Еще одну Куплю У меня Денег Достаточно Много Место 7 Из Восьми Вы Получили Доброжное Я же Взять Карту Взять Карту Я же Забрал Оттуда Карту Почему У меня Место Там Заполняется Дальше Место 8 Из Восьми Что за Это самое Может мороженое Отбрасывается Еще Все по всему У тебя с собой Слишком много Вещей Ну что Что Делать Так Погоди Ка Стоп А если Я в этот Сундук Подойду Я смогу Забрать Нормально Открыть его Это Сундук Для храни Ударных Карт Сейчас Он Пуст Я Просто Так Открыть Его Не могу Открыть Сундук Да Открыть А Это У меня Это У меня Сколько Было Всякого Написано Две Штучки Теперь У меня Места Хватит Вместо 6 из 8 Да Это Мое место Не в сундуке Место Не на Почему Решил Что Сундуке Наверное Потому что Он говорит Что Сундук Складывает Карта А не Мне В руку Не Мне В руки Супер Держи Твоя Карта В коробке Я Увижу Что Добавляется Плюс Одно Место Я Потому Что Это Как раз Таки Сундук Добавляется То Что Карта Сундуки Один Взять Карту Взять Теперь Я Эти Карты Могу Обменять У него Но Мне Кажется Что Как будто В этом Смысле Нет У тебя Три Ударной Карты Как Насчет Того Чтобы Обменять Их На Доброженое Это Висплатно Наверное Давайте Нет Все Таки Потому Что Типа Ну Он Мне Предлагает За Три Доброженых Получить Четвертая Халяву А я Лучше Карты Оставлю Они Повышают Наш Дамаг На Один Бой Это Мне Гораздо Больше Пригодится Я думаю В целом Давайте Пускай Будет Так Тогда Одно Доброженое Одну Дарту Карту Еще Скинем Наверное Вот так Вот Сделаем Да Пускай У меня Два Слота Останется Допустим К примеру Сейчас Пока Что Не знаю Сколько Места Там В сундуке В принципе Надеюсь Что Там Можно Листать Будет Еще Цыпленок Чокоба Какой-то Опять У меня Файнал Фэнтези Референзы Так К этому Надо С другой Страны Подойти Судя по Всему Больше Ничего Не Остается Это Места Мне Тоже Файнал Фэнтези Восьмую Напоминает Канализацию С первого Диска Игры Не знаю Почему Почему Напомнило Так А я Судя по всему Какой-то Лабиринтище Да Будет Вы наступаете На минижело Их можно Сразу Пощадить А можно Им По щам Надавать Мы с ними Уже встречались Как в бормотании И Что там Было Описано Что он Там Делал Пардон А ну Пофиг И так Добьем Сексуальное Покачивание А Хорошо Понимаю Я Посмотрел Подробнее На это Чем мы ближе В центр Бьем Чем больше Ну Здесь делаем Несколько ударов Еще дополнительно Да То у нас Перчатка Носят Большой урон В принципе Он как бы Дополнительно урон Наносит Если ты просто Прокликал Несколько раз Получается Чуть больше Чем Просто Пустое оружие Было бы Хотя В целом Разницы Никакой Нет Для меня Типа Просто Несколько раз Потыкал Проблем Не доставляет Никаких Так Ну Хорошо Здесь тоже Грибочки Вот такие Возьмете ли вы это Взять Вы получили Пуанты Слушайте Мы балетные Принадлежности Собираем Возможно Что скорее всего Какой-то сет Балетный Мы сможем Собрать И либо Кому-то Отдать А что Если я Сам Напялю Информация Пуанты Оружие Атака 7 Эти старые Туфли Заставляют вас Чувствовать Себя Очень опасным Кто мог подумать Что туфли Это оружие Так А если я Папирусу Позвоню Здесь Дзинь Иногда Под травой Спрятаны Призы Сокровища Такие Как Грязь Или Слякоть Шикарные Сокровища Мы тут Правда Других Сокровищ Нашли Так Допустим Я использую Пуанты Эти Мне интересно Еще сколько У грубой Перчатки Было Атаки У нее Было Атака 5 У нас 7 Стало Хорошо Допустим Посмотрим Как Пуанты Будут Работать Как Они Будут Атаковать Так Наверх Здесь Мы попасть Не можем Проплыть Мы Немец Возможно Звонок Привет Это Папирус Помнишь Когда я спросил Тебя об одежде В общем Та подруга Что хотела знать Ее мнение Насчет тебя Крайне Убийственно Я ощутил Уже Да Но я знал Что ты уже В курсе И раз уж Ты знал Об этом Я сказал Ей Что ты Сказал Мне Что ты Носишь Пыльная Балетная Пачка Потому что Я знал Конечно Что Что после такого Слишком странного Вопроса Ты обязательно Ее снимешь Да Ты бы мог Просто надеть Другую одежду Я то думал Что ты скажешь Ей Что на мне Этого нет Ты понимаешь Я продумал Этот момент Но думал Что ты сделаешь Иначе В итоге Я решил Не снимать Все таки Ты просто Умница Разумница Таким образом Ты в безопасности А я никому Не брал Я никого Не предал Быть друзьями Со всеми Это так легко Ты мог Мне сказать Что мол Переоденься Щелчок Да Вот у меня Было предположение Как раз Что если мы Это снимем То есть Вот здесь Другой вариант Может На меня бы Не напали Например Вот так В том моменте Выслышите Часть разговора Хм Только одно Но Оно Немного Глупое Выслышите Часть разговора Так что Разве у тебя Нет никаких Желаний Они повторяют Чей-то другой Диалог То есть Кто-то Здесь Вот это Употреблял Слова Скажем так Вошу Оношли Окей Хорошо Один раз Я его пощадил Давайте теперь Его Ой Что это такое Господи Скряби Дабдабс Что-то я не ожидал Вообще Сейчас не понял Там целая куча Этих самых Надо было сравнить С как его Поймать точнее Вот так К примеру Хорошо Вы победили Получили 52 Опыта И 25 Монет Нормально Потому что Мне интересно Смотреть И на пощаду И на атаку Топ Я видел Я видел это Я видел сейчас Там желтая мигнула Это был цветок Скорее всего Который за нами следит И статистику Она собирает Уничтожить существо Он как раз таки Это себе и записал Он запомнил Что мы вошу А теперь уже убивали Падло маленькое Сталкер А желтый Так еще бой Ага Вошуа и Аарон Допустим Давайте я Что мы сделаем Вошуа Давайте мы помоем Например Простите вошуа Почистить вас Он радостно Скачет вокруг Зеленый Значит чисто Купальник А не надо Так зеленый Ловим Ну а куда Есть поймал Зеленый Один Из Аарона Выстреливает Под Вошуа Можно теперь Это самое Да Хотя на самом деле Мне любопытно Было бы с Аароном Посражаться Сейчас Одновременно С Вошуа Потому что Атаки меняются Если у тебя Два врага на экране Убей Уй тут тоже Несколько этих самок Надо ловить Образование У тебя душа Грязная Мне говорят Еще Ух ты Блин О Аарон Освещает Своей мускулатурой Так Аарон Держи тебе По мускулатуре Образование Хобби Талант Прочь Нам говорят Еще Вошу Рассказал Прочь Ускулатура Аарона Забавно Обвисли На счет У тебя Немножечко Мышцы Сдулись Да А теперь Его можно Пощадить Да Ну ладно Давайте Его Так уж И добьем Бро Чертово Пятно Кого-то Пятном Назвал Падла Маленькая Ауч Понял Воша 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 Полоскает Пиццу А если Я его Коснусь Сейчас Мы По-дружески Похлопали Вошу По спине Свежо Воша позволяет к себе прикоснуться вот так вы рассказываете еще шутка про двух детей которые играли грязным сточем саду силы вашего нейтрализованы нет это шутка слишком грязная а теперь он то он все так как реакция на шутку него ладно допустим можно дружить маленькой птичкой если еще раз коснусь его похлопай вашего по спине свежо да то есть нет не приводит никому другому результату просто теперь он иначе реагирует на это он не бесится ладно давайте вашего допустим пощадим дели 52 опыта и 50 м опыт за соответственно самого получили за конька вы слышите часть разговора не говори так давай обещаю что не буду смеяться трудно показать то есть мог с кем говорить если знакомых нам персонажи но ну он дает с кем-то сила способную забрать их души сила которую страшатся люди но вероятнее все мне кажется этот диалог идет с персонажи с которым мы не встречались еще может мне гораздо позже эти бы слова о чем-то бы сказали че за цинтакли она за мной как будто усмотр подозрительные тентакли честно говоря уплыло сейчас как вылезет что тогда мега так ловит о и там смотрю ты проходишь здесь а какая милашка я он не но у не он сам они он сам слышишь а у чего у не он сам типа от слова у него мук типа или как может так раз таки луковица как раз мы такого видели которую я еще картошкой на зал и яйцом да это походу был лук ты в водопаде ха здесь круто ха тебе здесь нравится да мне тоже это мое любимое место а какие глазки просто светящиеся такие так телефон папирус у меня какой-то лук до меня будет доставывать луковица луковица что-то не захотел с нами говорить немножечко даже несмотря на то что здесь становится все мельче я уже сижу на самом дне но все хорошо это лучше чем переезжать в город айти письма вода опустошать и жить в переполненном аквариуме как сделали все мои друзья немножко такой вообще ты или не возьмет трубку да наверное да никто нельзя трубку и аквариум все равно переполнен так что даже если бы мне хоть захотелось я хотя это нормально слышишь он даем все исправит слышишь может это он краски говорил там с кем-то он надеется на то что не ситуация здесь изменится я уплыву отсюда из живого океане слышишь луковицы которая плавает эй там это конец комнаты беднежка вы не хочу восстанавливать тут еще увидимся развлекайся водопаде помочь бы ему факту может еще встретимся не знаю может здесь может быть затопить потом водой это все ему станет хорошо там где может быть не хочу так это такое смурена прячется в углу но все равно как-то сталкивается с вами с мучашка капель типа того не знаю может быть смурена оценить улыбнуться руководить наплевать она напевать это типа медуза так понимаю наверное да хотя бы понятно что за все такое визуально смурена атака 19 защита 0 нет музыкального слуха стыдится петь свою смертельную песню песню ой это мою сторону так путел смурена напевает очень слабо допустим на поем в ответу она улыбнулась натика немножечко раскрылась вы напеваете джазовую балладу смурена подпевает вам сири сири семи семи окей одно много ноты типа всякие напевает кажется с марине гораздо легче пить компании а она можно подать и улыбнемся и допустим вы улыбаетесь вы просите с мариной улыбнуться тоже смотрела затихло в углу а рон одобрительно кивает головой сири сири семи семи там 1 там некоторые нотки мигают как то что он поймет нет ненормально поймать их по ходу гораздо легче пить компании ну руководить ей не хочу давайте ее наверное эту пощадим есть еще встретим по делам и другие действия 30 монеток не так про если правильно понимаю то когда я буду играть на подсвисте то получается с 20 хп будешь всю игру проходить в базовом типа ты не прокачаешься особо есть нибудь и других вариантов конечно что только за убийство врагов убийство существ точнее не выводит врагов не очень корректно убийство существ тебе дают опыты level up и северная комната скрывает великое сокровище северную ну давайте давайте забайтимся немножечко так здесь есть у нас x-выход взять чё за кружок здесь стоит пианино сыграть ничего я не знаю я вроде сыграл вроде бы все она прокликалась а стоп это про это показывает просто как у клавиши я нажал при этом если я нажимаю на какую-то из этих никакого звука нет звук идет только если на вот на этом и все не знаю даже может какая комбинация есть не знаю из понятия навязчивая мелодия отражается эхом зале хотите подыграть первых восемь нот будет достаточно к навязчивая мелодия то есть надо 8 нот короче угадать по порядочку другое дело что здесь типа я нажимаю вот звука же нет это типа вот это нажать на ноту а вот это выбрать какая нота то есть меня четыре варианта получается надо сначала нажать на клавишу вниз или в сторону куда потом на ноту уже тогда будет нота особая но а где мелодия навязчивая мелодия отражается эхом в зале хотите подыграть первых восемь нот будет достаточно я понимаю что здесь откроется дверь явно по центру если мы сыграем первые восемь нот только я не слышу мелодии которую надо взять за основу и здесь тоже нет слову особо может мне папирус чё-то скажется с евря они тут номер погоди-ка последний номер использованные показывает сверху краски дзинь-дзинь а ты что поешь мне серенаду о нет ты вгоняешь меня в краску я смотрел на смущенного папируса еще раз так надо может быть сюда еще вернемся и опять же вот если если я захочу узнать я могу спокойно загуглить типа но но ты в интернете и спокойно узнать как мне что сделать это слову о моей речи в начале но я пока не горю желанием есть и потом не придумаю ничего не пойму и так далее то может быть потом загуглю когда мне приспичит и этой силе нет равных конечно человек не может забрать душу монстра на он продолжение истории идет соответственно ведь когда монстр погибает его душа исчезает потребуется невероятная сила чтобы забрать душу живого монстра есть только одно исключение душа особого вида монстров называемого монстр босс душа монстров боссов достаточно сильно чтобы существовать после смерти лишь только несколько мгновений человек может погодить такую душу но этого никогда не случалось и никогда не случится преть а то есть души монстров боссов мы можем поглощать который нас уже встречались папирус наверно каким же относится скорее всего тебя это будет актуально для геноцида скорее всего эта статуя у ее основания кажется сухо так сверху понятно что если как бы тебе акции внимания какой-то важный момент не всем понимать для чего мне эта информация просто что-то я могу сделать своими вещами вроде особо нет вроде нет ничего такого что мне пригодилось бы как не напалить например либо наоборот есть типа свет светло но при этом под ней можно быть сухо сухо ищите почему нужен свет и сухо сми на не знаю исполнять пока что пожалуйста возьмите зонт взять зонт взять зонт погоди к что если я теперь закрою статую например от от воды дам ей зонтик точнее поставить зонтик на статуи да так и можно я так сразу подумал просто мы поместили зонтик над статуей внутри статуи заиграла музыкальная шкатулка опа блин попробуй запомнить теперь ее полностью воспроизведи там а стоп вверх вправо стоп нота вверх вправо я запишу но то вверх вправо но то вниз вниз вправо хорошо я мог до этого не догадаться а могут пытаться пить и так погнали теперь туда сыграем там скорее всего будет какая-то мне кажется будет еще одна часть балетного сер сервиза какого-нибудь балетной балетной экипировки мне так кажется по крайней мере здесь стоит пианино да сыграть сыграть да так значит нота вверх вправо нота вниз нота вниз нота вправо нота открылась все правильно не 8 равно то 7 но не важно так у нас какой-то шар это легендарный артефакт возьмете ли вы это наверное я сопру из любопытства мне кажется что если в интере слишком много собак а блин погоди-ка собак на хрен четыре предмета смысле а стоп надоедаю пёс реально собака в инвентаре надоедаю пёс пёс маленький белый пёс он крепко спит давайте допустим я доброженая захаву эти когти настоящие вы установите 15 за это легендарный артефакт возьмете ли вы это взять слишком много собак да вы чё не одна собака в инвентаре что такое инфо инфоны а стоп нет это я уже смотрел где как его если я его использую сейчас него что типа здесь шар и нам пес она на шарик прыгнул судя по всему вы выпустили собаку а выпустили ой погоди 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 собака поглотил артефакт а если бы я ее использовал другой комнате артефакт пропал неловко получилось какой-то древний важный артефакт какой человек пришел и собаке его отдал случайно как говорится я не я и жопа не моя никто ничего не видел никто ничего не знает неловко получилось правда слегка ничего страшного давайте тоже возьмем еще один себе может быть надо будет где-то от воды скрываться как раз о здесь прям полилось мой самый отражение такое прикольное так это чел снова йота раздобыл зонт классно о пошли иди сюда болтать тобой обладать больше нельзя да он он правда не под дождем у ним не под зонтом ни хрена идет да ну ладно не важно типа я его защищаю от воды зонтиком этим блин он дайн такая крутая она колотит плохих ребят и никогда не проигрывает будь я человеком я описался каждую писался каждую ночь и писался писался вроде не подходит совершенно описался очень много вопросов вызывает знаю что она собирается поколотить меня а ну да интересненький конечно челик этот о однажды нам дали школьный проект где мы должны были позаботиться цветке король король мы должны обращаться к нему мистер dream dream ур пожертвовал свои собственные цветы он пришел в школу и рассказывал нашему классу об ответственности и всем таком что заставил что заставило меня задуматься и о как было бы круто если бы он дайн пришла в школу она могла побить всех учителей у него блин свои такие детские импрессивные мечты импульсивные нельзя как сказать грамотнее здесь возможно она не стала бы бить учителей она слишком круто чтобы бить невиновных вот-вот о это замок как раз таки этот спиди который нас интересует так понимаю или как так он нам чё встал смотрит просто нам туда надо будет как-то приди но вернуть зонт давайте вернем наверное зачем с ним бегать мы вернули зонт его этот выступ слишком высокий такой пьет хочешь видеть андайн а у больше ведь андайн до сберись на мои плечи спасибо а получается есть мы зонтик не взяли он бы с нами не пошел нас вы сюда не закинул или как не знаю даже и и продолжаете вперед не волнуйся на мой счет я всегда найду где можно пройти счет я не очень в это верю как ну хорошо допустим слушай безмятежные звуки далекой музыкальной шкатулки вы наполняетесь решимостью сохраните водопаде мост давайте позвоним еще позвоним папирусу дзынь-дзынь ответа нет не говорит здесь люди напуганные наши силы объявили нам войну атака их была внезапной и беспощадной всяк темнеет именно в этом месте здесь посветлее становится это побоище с натяжкой можно было назвать войной объединившись люди стали невероятно сильны то время как мы слишком слабы ни одна душа не была поглощена и почти все монстры были обращены в прах дак я и предположил что ни один человек не пострадал в боге но монстры они конечно совершенно иначе я думаю что ребят на этом на сегодня я буду закругляться получилась такая серия в среднем больше чем обычно но больше за счет том числе до дисклеймера я старался чтобы так чтобы сию с его учетом все равно мы сегодня много всего посмотрели достаточно продлилась серия в принципе как то так надеюсь ребят насчет этого на понимание собственно кто смотрел что я не буду все-таки читать комментарии по над артилом чтобы себе просто впечатление портить в общем-то но кому это будет наоборот радость на самом деле кто хочет посмотреть на искренние чистые эмоции не испорчены лишней информацией вот как так я думаю что встреча скорее всего мы уже встретимся с andine в другом каком-то в другой ситуации мне почему так жопой кажется возможно даже что я остановился где-то незадолго до потенциальной битвы с боссом например не знаю мне много вещей остатки от пса что простите остатки от пса собачья вещь куча шелухи форме пса оставленные блохами а что-то самое если использовать это простите меня как быть использовали остатки от пса пустое место в интере заполнилась остатками от пса чего здесь от раз боюсь писал особый салат какой-то собачий и остатки от пса снова собачий салат то что собачий салат лечит не за сколько уже восстановлю тоже не страну они странозы что не понял снова остатки от пса использовать использовать остатки отца вы закончили использовать это чувство тревоги наполняет комнату снова собачий салат происходит я не знаю может мне эти предметы где то вы могли пригодиться для чего-то используя например кто-то кто боится очень сильно блок мы используем на нем и он такой начинает чесаться и становится беспомощным например в таком духе но не знаю без понятия тут такое можно было гадать ну и ребят на это на сегодня я думаю что все тогда у нас подписывайтесь на канал если вам понравилось я буду очень рад и ставить комментарии это тоже очень приятно но я желаю всем хорошего настроения такого же дня всем удачи на встречу всех пусть-пусть и всем пока пока